На пресс-конференции ребята в захлёб рассказывали об увиденном на двух престижных российских конкурсах. Были и опасения, и страхи. Елена Самойленко, участница российской студенческой весны, хорошо помнит, как дрожали колени перед первым выступлением на всю страну. Было очень страшно. Казалось, что мы можем. Казалось, что у нас всё так мелко, а Россия – это так глобально и так объемлюще. Было просто страшно оказаться не на том уровне. Но во второй раз, когда мы ехали в Ульяновск, я уже просто знала о том, что мы ничуть не хуже, а может быть даже в некоторой степени и лучше. Готовились долго и упорно. Преподаватель и художественный руководитель буквально вытаскивала талант студентов наружу, заставляя часами репетировать номера. И самое главное, вот эти 26 человек, которые представляли нашу республику и достойно представляли, а мы всегда достойно представляем наш регион, они заражены вот этой, так сказать, бациллой вот этого творчества и какого-то, как сказать, позитива. Интернет-телевидение в Бурятии только появилось, но уже блещет талантами. Ерлан Ситказинов и Юрий Подхоев взяли серебро на престижных дельфийских играх в Новосибирске. Коллеги по журналистскому цеху с первых конкурсных дней стали побаиваться ребят из Бурятии. Потому что когда видели наши работы, а наши работы получились очень такими насыщенными, смешными местами, веселыми, такими добрыми. И самое главное, качественные, вот отдельное спасибо Юрию Подхоеву, человек профессиональный, по звуку, по картинке, по правильности вообще съемки сюжетов, как нам потом сказали, мы были одни из самых лучших, наверное. После участия в творческих конкурсах заряжаешься не только положительными эмоциями, начинаешь сам фонтанировать идеями, делятся участники. Они научились многому, но, пожалуй, самому главному – не бояться идти вперед и показывать себя, чего и всем советуют. Зоя Ценишеева, Доржичий Допов, Новости дня.